В данном случае у нас стоит задача посчитать количество диапазонов, в которые входит данная дата. Ранее мы уже считали количество дат, в которые входит в заданный диапазон, а теперь мы выполняем обратную задачу. Итак, вот они мои диапазоны. Такое небольшое количество я взял для того, чтобы было проще проверять результат формулы. Итак, как же нам посчитать количество диапазонов, в которые входит данная дата? Делается это с помощью функции sumProizu. В функции sumProizu мы будем использовать две логические функции. Первая это i, вторая или. Встроенные логические функции выглядят немного иначе. Например, функция i это звездочка, а функция или это плюсик. В первой скобке проверяем начало первого диапазона. Если дата в ячейке a1 больше или равно, чем начало диапазона, или это значение меньше или равно, чем конец диапазона, мы этот диапазон засчитываем. На данном этапе функция проверяет только один диапазон. Для того, чтобы добавить проверку остальных диапазонов, текущий диапазон мы обрамляем скобками. После скобок пишем плюсик. Чтобы не путаться, сразу копируем первый диапазон. И вставляем после плюсика. Ну и в самой формуле исправляем координаты диапазона. Таким образом мы можем проверить весь список наших диапазонов. Собственно говоря, эта функция уже выполняет все, что там нужно. Нажимаем Enter. Эта дата входит в этот диапазон, в этот и в этот диапазоны. Для того, чтобы было более наглядно, можем использовать условное форматирование. Создаем новое правило на основе формул. Здесь используем функцию и. И теперь выбираем формат, который будет... Давайте красить таким каким-нибудь синеньким. Ну вот, условное форматирование подтвердило правильность наших вычислений. И мы видим, что функция SumProIs правильно посчитала количество диапазонов, в которые входит данная дата. Субтитры создавал DimaTorzok